И Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Во имя Отца, Сына и Святого Духа, Христос Воскресе! Во истинном Воскресе! Дорогие ребята, дорогие родители, дорогие учителя, 5-6 лет тому назад вы начинали свои первые шаги в богословской науке с молитвой. Молитвой вы ее и оканчиваете сегодня. Начинали вы свое обучение при Владыке Антонии, продолжили при Митрополите Вениамине и вот оканчиваете тогда, когда на Суско-Солигорскую кафедру назначили нового Агнепастыря, Егуменом Евсевием. Видите, как интересно, все вокруг меняются, люди меняются, события различные, времена. А вот Христос и Его Церковь всегда одна и та же, находятся в том же самом месте, как всегда, наполняют всю землю. Заканчивая этот, на первый взгляд, маленький этап вашей жизни, вы проделали огромную работу и получили много знаний. Дай Бог, чтобы все это послужило вам во преображение душ ваших, а ближним на пользу, а родителям на утешение. Важно помнить, что окончание воскресной школы не означает окончание образования или обучения вообще духовного. Тем интересна школа Иисуса Христа, что срока обучения в ней нет, ибо учимся мы у Него всю нашу земную жизнь. На каждом этапе свои уроки, свои экзамены, успехи и трудности, радости и страдания. И ко всему этому вы уже начали готовиться и получили достойный запас знаний, сравнимый с мешочком золота. И это золото вы можете использовать для себя только одним способом – отдавать по монетке другим. Родителям, друзьям, учителям, соседям, знакомым, прохожим, даже тем, с кем не хочется дружить. Ибо только тогда этот мешочек пополняется, когда приносит пользу другим. Золото – это добрые идеи, которыми обогащает вас Бог. Это его щедрые дары, которые вы получили за время обучения. Они не иссякнут никогда, если вы их обратите в добрые дела и благочестивые слова. Ведь пополняем их запас абсолютно бесплатно через молитву, чтение Библии, в частности Нового Завета, послание апостолов, евангелие, деяния святых апостолов, через причащение за литургией, через служение Богу в церкви, на церковных храмовых послушаниях, в хоре или в алтаре. Мальчики, да, через проповедь о Царстве Небесном своим друзьям, ближним, которые уже возрастают как колосок в наших сердцах о Царстве Небесном. Сегодня, дорогие ребята, вы как взрослые и образованные, образованные люди должны задать себе вопросы. Первое. Для чего я учился в воскресной школе? Задайте себе вопрос. Для чего я учился в воскресной школе? Второе. Чему я научился за эти годы? И третье. Самое главное. Познакомился я лично с Иисусом Христом. Стал ли я Ему доверять, как родителями и друзьям? Хочу ли я, чтобы Он всегда присутствовал в моей жизни и направлял в Своё небесное Царство? Если на третий вопрос вы не можете дать ответ, то важно, нужно заново пройти курс обучения в воскресной школе. Если же вы на 100% уверены в том, что Господь Иисус Христос стал вам дорог, и вы хотите укрепить с Ним свои отношения, то продолжайте ходить в храм, читать Слово Божье, читать труды святых отцов, послания апостолов, Евангелие. Возьмите какое-то послушание в церкви или, может быть, даже вне стен храма. Не останавливайтесь, всегда двигайтесь вперед, не довольствуясь тем, что смогли уже достичь. Предела развития человека нет у нас, нет предела развития человеческой личности и роста в Боге. Такого предела просто не существует. И вы всё сможете, всего добьётесь, если будете идти со Христом дальше. Ибо, как сказал апостол Павел, «Всё могу, в окрепляющий меня Иисусе Христе». Ему же слава во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok